В подростковом возрасте многие школьники стремятся утвердить себя в качестве лидера. Почему большинству подростков так важно занять позицию лидера? Ответ прост. Все дело в мотивации. Одним важно получить поддержку от своих товарищей, другим – непререкаемый авторитет в той деятельности, которая считается для них важной. А третьим – просто быть первым. Первым всегда и среди всех. Понимая причины возникновения лидерства своих детей, мы, взрослые, можем понять их индивидуальные лидерские качества и помочь развить их. Само понятие лидерства не всегда подразумевает способность идти впереди и вести за собой. Лидерами могут быть и те, кто хочет и может оказывать определенное влияние на сверстников, но не желает открыто демонстрировать себя, предпочитая оставаться в тени. Если подросток стал лидером однажды, то есть большая вероятность, что он сможет занять эту позицию еще не раз. Продемонстрировав свои личные лидерские качества в одной ситуации, мы приобретаем определенный авторитет, который в последующем может работать на нас. Но всегда следует помнить, чтобы завоевать авторитет, желательно уметь нести ответственность за себя и свои поступки, уметь организовывать свое личное время, уметь договариваться и конструктивно разрешать конфликты. Но родителям важно иметь в виду, сколько бы мы не учили своих детей, как завоевать авторитет, они все равно будут поступать так, как поступаем мы, родители. Поэтому возьмите за привычку несколько правил при общении с вашим взрослеющим ребенком. Говорите с подростком на равных. Так вы дадите возможность подростку почувствовать собственную важность, значимость и самоценность. И одновременно, хотя бы частично удовлетворите его потребность в самоутверждении. Советуйтесь со своим ребенком в разных семейных вопросах. Не исключено, что он предложит какое-нибудь свежее решение, что также повысит его значимость и уверенность в своих возможностях. При общении старайтесь быть эталоном поведения для своего ребенка. Всегда аргументируйте свою точку зрения. Запрещая или убеждая в чем-то, предлагайте альтернативные варианты. В таких случаях нередко помогает фраза. Вот когда станешь взрослым, будешь поступать так, как хочешь, но при этом нести ответственность. И не забывайте, истинное лидерство заключается в стремлении идти своим путем, выбирая достойных спутников. Кто-то нуждается в толпе почитателей, а кому-то необходим только один единственный друг. Каждый ребенок, который способен самостоятельно решить, чем ему заниматься, с кем дружить, как проводить свободное время, обладает достаточной твердостью и стремлением к свободе. А это и есть истинное лидерское качество. Субтитры создавал DimaTorzok